Здравствуйте! С вами снова Татьяна Бейко. И сегодня мы будем рисовать цветочки, розы, используя очень интересную технику, техника двойного мазка. Вот можно и там, конечно, и добавить вазочки. Итак, что мы первое делаем? Это избавляемся от белого холста. Сейчас я использую обычную акриловую краску. Вот у меня такая палитра. Конечно, можете под палитру использовать все, что угодно. И, значит, смешиваем очень много, делаем большой замес. Я использую черную, сейчас увлажняю холст, использую черную и добавила немного фиолетового. Так просто для интереса. Можно добавить любой другой цвет. И просто вот так вот хаотично, свободно заполняем полностью холст. Вот. И почему я использовала черную? Просто, чтобы было контрастнее, хорошо было видно, что я делаю на холсте. Ну и чтобы цветы там хорошо смотрелись. Вот такой кистью можно разгладить. Она мягкая. Убрать все шероховатости. Вот такие краски мы используем. Можно других производителей. Но это специальные краски. Итак, вот на кисть смотрите, как мы набираем краску. На одну сторону один цвет, на другой другую. И вот так вот мы на палитре смешиваем. То есть набираем мы на кисть именно при смешении. Вот так вот краски должно быть много. Иначе у вас просто ничего не получится. Ни листочки, ни цветочки не получатся такими сочными. Смотрите. Вот так вот двигается кисть. Холст можно поворачивать, если вам так удобнее. Вначале, как вы заметили, да, у меня кисть как бы вот застоприлась на одном месте. А потом я уже начинаю двигать. Вот такие вот листочки. Как бы давление сначала полностью на кисть, а потом ослабевает. Это просто надо практиковаться. И практиковаться у вас все получится. Вот видите, опять на одном месте как бы до кисть прорисовала. Там буквально три как бы мазка, но вот на одном месте. А потом уже начинает двигаться. Это вот для того, чтобы просто стартануть так вот хорошо. Просто и понять, куда надо двигаться. Вот. И чтобы там сразу мазок такой хороший, красивый получился. И не забываем, не забываем. Как вот почувствовали, что краски уже недостаточно на кисти. Сразу же набираем новый. Вот так вот. Сейчас мы просто заполняем наш холст этими листиками. И так как листьев будет много, то естественно цвет выбираем вот сначала такой неяркий. Что-то такое среднее между зеленым и голубым. Вот. Потом мы, конечно, цвет добавим. Вот смотрите, как легко убрать акриловую краску. Просто влажной или салфеточкой, или губкой. А потом подсушить. И так вот сейчас вот мы желтые используем. Все те же цвета. Просто добавляем еще желтенькие. Вот. Ну и сами смотрите. Сейчас можно, конечно, просто добавить вот уже другие листики рядом к тем, что уже есть. Вот. Но так как у меня этих сине-зеленых листьев и так много, так что некоторые я просто вот осветлю, сделаю их поярче. Ну и плюс добавлю еще и желтеньких. А это у нас для цветов. Такие краски. Белые там обязательно. А это специальный медиум. Floating medium называется. Это как, допустим, в акварели используем воду. Вот. А это, чтобы просто, чтобы краска как бы очень была такая легко, чтобы ее было легко наносить на холст, мы используем вот этот вот medium. Набирать его надо сначала на кисть, перед тем, как в принципе набирать краску. Вот. Или же потом тоже. Но всегда только по чуть-чуть. И опять та же самая система. На одну сторону мы набираем белый, на другую, значит, другой цвет. В общем, на одну сторону светлый, на другой темный. Обратим внимание, как мы рисуем цветы. И опять лепесточек, да, пошел. Вот сначала вот на одном месте, как бы вот немножко. И раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот. И вот такие в конце закругления. Вот так вот. И закруглили. Вот так вот. Вот это вот обязательно надо делать. И сразу мы не наносим второй слой, потому что сейчас все просто смешается. Надо дать обязательно высохнуть. И, кстати, вот когда мы листья рисовали, то, естественно, тоже сначала все высушили, а потом уже цветы рисуем. И вот смотрите, вилочку можно вот такую рисовать. Просто если вам, допустим, сложно определиться и с размером цветочка, и положением него. Вот это вот как раз очень даже удобно такую вилочку нарисовать. Ну, вот смотрите, вот как лепесточки. Значит, раз, два, три. Вот так вот. И обязательно закругляем. Тогда они получаются очень такие естественные. Обычно, конечно, у цветов свет как бы, ну, сверху они всегда как бы посветлее, да, поэтому используют белые. Или, допустим, если вот фиолетовый вы используете, может быть, тогда и там сиреневый какой-нибудь будет вместо белого. Вот. Но здесь я, опять-таки, для того, чтобы было нагляднее, все было ясно и четко, и хорошо все видно. Рисуем бутончики. Вот скобочка наверх, вот так наверх и вниз. То есть вот кисть идет наверх, вот закругление, такую скобочку рисует, а потом вниз. Вот так вот и вниз. Ну, заполняем центр цветочка. Можно, конечно, этого не делать, там все равно всегда все темное. Вот так вот высохли эти цветочки. Теперь можно рисовать, значит, следующие вот лепесточки, вот эти вот там бутончики. Здесь, опять-таки, очень хорошо использовать именно вот такую скошенную кисть. И кисть эта тоже специальная. И она где-то полтора сантиметра. Смотрите, скобочка вниз пошла. Очень важно, чтобы было на кисти достаточно краски. Смотрите, практически иногда бывает так, что после каждого лепесточка, вот, опять набираю краску. Так что вот это обязательно надо делать. Иначе у вас просто, ну, не получится красивые и такие четкие, и, ну, чтобы они естественно так смотрелись. Ну, и если, конечно, краски слишком много бывает, так что уже там не видно, где этот светлый, где это темный, тогда, конечно, надо кисть помыть и опять набрать краску. И обязательно следите за тем, чтобы вот головки цветочков, да, смотрели в разные стороны. Не то, что иногда вот некоторые рисуют и прямо вот цветы, все вот они вот на себя смотрят. Вот, что хорошо, все-таки следить за композицией, цветочной композицией тоже. Ну, сейчас просто вот заполняем еще, вот где вот смотрим, где бы еще вот хотелось какой-то полураспустившийся бутончик уже, вот совсем закрытый. Вот, ну, уже смотрите, где бы вам хотелось, или вот прямо так напрашивается. И композиция, и перспектива, посмотрите, большие цветы вот в середине, да, по краям мелкие. Ну, а здесь я использую уже плоскую кисть и какие-то другие там цветочки или какие-то ромашки или еще, бог знает, там, какие цветочки. Ну, а система та же самая. Вот сначала мы, значит, вот рисуем как бы первый слой, да, первые вот эти лепесточки и даем просохнуть как следует. А затем уже будем наносить хайлайт, то есть осветлять, что-то там добавлять, вот. Так что не торопитесь. Ну, то же самое следим за композицией, да, чтобы в разные стороны они там смотрели как-то. И по размеру тоже, чтобы были все как бы разные. Ну, а сейчас вот давайте вот нарисуем листочки. Вот, допустим, бутончики уже там есть. Вот как добавить листочки туда. Вот видите, вот один листочек с одной стороны, другой и посерединке. Вот обычно вот так вот цветочки есть. И вот и посерединке он смотрится. Как бы они в листиках еще, особенно вот бутончики, да, не распустившиеся, то они вот так, они прячутся там в этих листиках. Ну, и потом здесь уже можно, конечно, и вазочку дорисовать, если там вам хочется. В дальнейшем мы будем вазочки там еще что-то там такое рисовать. Вот, ну, а можно просто на стебелечки и так вот оставить. В общем, это уже на ваше усмотрение. Ну, а фон тоже, если, допустим, к интерьеру вы смотрите, допустим, у вас там какие-то или обои, или стены какого-то цвета, то, может быть, там и фон тоже подобрать соответствующий. Вот, спасибо, что посмотрели мое видео. И надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И до скорого! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok